Привет, друзья! И в этом видео я расскажу вам о породе бельгийской овчарки Грюниндаль. Если вам эта порода так же интересна, как и мне, и вы хотите узнать о ней чуточку больше, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Грюниндаль, в свою очередь, относится к семейству бельгийских овчарок. К коим относятся червюрен, Грюниндаль, Малинуа и Лакинуа. Грюниндаль представляет самую большую, крупную овчарку с черной длинной жесткой шерстью. В XIX веке она была выведена Николасом Розом и была названа в честь его кафе, которое находилось в небольшом поселении неподалеку от столицы Брюсселя. В то время, безусловно, Грюниндали в первую очередь использовались как отличные пастушки-собаки. Однако сейчас они используются и как пастушки, конечно же, сторожевые собаки-компаньоны и, безусловно, рабочие собаки. У них огромное количество универсальных качеств, которые применяются во всех сферах нашей жизни. Если мы будем сравнивать Грюниндаль с той же немецкой овчаркой или даже с БШО, то, безусловно, мы заметим, что она уступает размерам. Вес у нее составляет от 25 до 30 кг. Существуют, конечно, какие-то колебания в разные стороны, но в целом это факт. Продолжительность жизни у них от 10 до 15 лет, в зависимости от правильного ухода, кормления и активных нагрузок. В семье Грюниндаль чаще всего выбирает одного хозяина, как и большинство овчарок, серьезного плана, и будет слушаться, защищать его во всем. Однако к другим членам семьи он также относится вполне себе очень замечательно. Если с раннего возраста начинать его социализировать, заниматься, дорейсировать, то вы получите отличную уравновешенную собаку, которая также будет прекрасно относиться к детям и к другим животным. Однако все-таки это бельгийская овчарка, поэтому она требует безусловного к себе внимания. Овчарку вообще испортить очень легко и очень сложно после года исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому если вы все-таки новичок в породе или вы ребенок, то, скорее всего, подумайте тысячу раз, прежде чем заводить Грюниндали. Все-таки это серьезная собака. И вы знаете, я не устаю приводить в пример следующее высказывание, что есть вообще бельгийская и немецкая овчарка, и в чем ее отличие от той же белой швейцарской овчарки. Что касается первых, если вы не будете питать этот огонь, то он разрушит и сожжет все вокруг себя. Если же вы не будете питать огонь белой швейцарской овчарки, то он просто потухнет. Не найдете время уделять внимание вашей собаке. Если вы будете мало с ней гулять, то она попросту найдет чем заняться. Она разрушит ваш дом, она будет сносить все на своем пути, и будет крайне невоспитанной и не социализированной собакой. Оно вам нужно. Подумайте тысячу раз, чтобы не мучить ни себя, ни животное. Чудности к дрессировке у этой собаки поистине колоссальные. Не зря их очень любят в Европе и используют в качестве рабочих и служебных собак. Они очень понятливы, очень хорошо дрессируются, и всегда пытаются как можно поскорее понять его хозяина, сделать ему приятное, выполнить все, что он пожелает. Поэтому в плане дрессировки эти собаки очень послушные, очень понятливые. Но опять-таки, я не устану повторять, это собаки, которые нуждаются в работе. Им обязательно нужно чем-то заниматься. Поэтому если у вас не будет достаточно времени, чтобы с ней заниматься, тысячу раз подумайте, нужно ли вам мучить бедное животное. Охранные и защитные качества у этой породы также на высоте. Поэтому если вы хотели себе хорошего охранника, телохранителя, защитника вашей души или вашего участка, то вы не прогадали. Это отличная порода. Постарайтесь не делать из нее зверюгу. Не нужно ее делать агрессивной и набрасывающейся на все, что движется. Не портите породу. Бельгийские овчарки это чудесные, понятливые животные, которые сделают все, чего вы от них хотите. Поэтому будьте, как говорится, ответственны и последовательны в своих желаниях. В отличие от той же белой швейцарской овчарки, что у меня охранный инстинкт выражен у них очень-очень сильно. Они могут и облаять, и могут даже куснуть, и порычать. И, в общем, если вам это нужно, то обратите на нее внимание. По поводу потребности в ее активности не буду повторяться. Этим собакам нужно действительно много двигаться. Если вы решили, знаете, так, наотмахнись, ой, ну сегодня я не пойду гулять, сегодня я лучше посижу на диванчике, вы не удивляйтесь, если эта собака разнесет вам полквартиры. Не нужно удивляться. Конечно, с возрастом многие собаки, они, безусловно, подстраиваются под ритм жизни хозяина. Знаете, говорят, что если вы собираетесь завести глюниндали, то будьте готовы, что он будет полным отражением вас, только с вашими недостатками. Поэтому отчасти воспитание собаки это воспитание вас самих. Поэтому нужно следить не только за псом, но и за собой. Прогулки очень нужны глюниндалю. Не обычные прогулки, не просто на поводке возле ноги, а прогулки, где он может размахнуться, разбежаться, выплеснуть свою неуемную энергию. Поэтому около трех часов, как минимум, в день это должно быть. Поэтому учитывайте этот момент, пожалуйста. Содержание и трудности в содержании, то, конечно же, первое, что у нас всплывает, это его шерсть. У него длинная, богатая, густая шерсть с плотным подшерстком. И линяет он один раз в год. Но поверьте мне, линяет он так, что мама не горюй. Шерсть цепится везде. Но в остальные времена года волоска вы в квартире можете даже не найти. У них очень хорошая шерсть, она водоотталкивающая, грязеотталкивающая, в принципе, как у той же бушо. И проблемы возникают только именно во время линьки. Поверьте мне, это, я знаю по своей собаке, это вы утопаете в шерсти. Но, мой личный вам совет, не пользуйтесь фурминатором, покупайте обычный гребешочек, лещотку, пуходерку и вычесывайте им собаку, так как фурминатор может повредить вот этот остевой корень шерсти. И шерсть со временем будет становиться все хуже и хуже. И, знаете, напоследок хочу сказать, что большая собака это большие хлопоты, это большие затраты. Поэтому учитывайте этот фактор. Большая собака болеет, большая собака много кушает и чтобы вымыть ее, нужно большое количество шампуня. Поэтому обязательно заведите отдельный конвертик с бюджетом только для собаки. Друзья, если вам понравилась эта порода и вы задумывались о том, чтобы ее завести, то я хочу вас немножечко предостеречь. Скажем так, российское разведение грюниндалей немножечко хромает. Поэтому если вы погонитесь за дешевизной и будете слушать свою наивность, то вполне себе вы можете купить щенка грюниндаля, конечно же, но у него будет плохая психика, он будет либо неуравновешенным, либо бешеным, либо трусливым, что очень часто сейчас встречается у овчарок, либо он будет иметь какие-то врожденные или развивающиеся в будущем болезни. Поэтому я вам настоятельно рекомендую прошерстить и изучить заводчика, у которого вы хотите брать щенка, не гнаться за дешевизной ни в коем случае, и еще такой момент. Многие питомники и многие заводчики предоставляют огромное количество документов, которые входят в себя, результаты с выставок, родословная, сдача ЗКС, сдача ОКД и тому подобное, соревнования какие-то. Поверьте мне, поделать можно все, что угодно. Бумажки эти ничего не значат. Конечно, это здорово, если у собаки есть документы, если они действительно подкреплены правдой. В таком случае замечательно. Но, вы знаете, иногда лучше посмотреть видео, лучше посмотреть вживую на собаку, как она себя ведет, что она делает, посмотреть на родителей, посмотреть видео с этими родителями-собаками, которые занимаются спортом, ходят на выставки и так далее. То есть, эти видео гораздо больше расскажут вам о вашем щенке, чем какие-то бумажки. Но подкрепление бумажками, конечно же, необходимо. Поэтому, друзья, если вам понравилась эта серьезная, красивая, такая готическая порода, мне она, честно, очень нравится, то, пожалуйста, подумайте, посмотрите информацию, почитайте, и пусть вам достанется самый-самый лучший щенок.